Приветствую вас. Ну что же, давайте мы с вами разберем ваш текст. Ситуация у нас, я бы сказал, такова, что самый лучший способ вам решить ваши проблемы, это пойти на психотерапию и последовательно разбираться в себе, разбираться в своих ощущениях, в своих чувствах и в своих желаниях, потому что, ну, мне кажется, что вся ваша жизнь, да, это вот какая-то такая реакционная история, вот, то есть история про реакции на какие-то внешние вещи, но при этом, да, как бы вот, по сути, ну, своих собственных проявлений, да, у вас как будто бы не так, чтобы много, вот. Значит, ну, во-первых, во-первых, конечно, я вам соболезну относительно потери вашего близкого, хотя это было уже достаточно давно, но вот все равно есть ощущение, что вы это не прожили до конца, есть ощущение, что не отпустили свою маму и вот продолжаете как бы с ней, ну, как-то спорить, да, продолжаете с ней вести какую-то конферендацию, вот. Ну, это первое. Второе, конечно, есть у меня такое ощущение у вас депрессии, то есть вот мне почему-то показалось, да, что у вас такая имеется. Не знаю насчет формы, да, то есть, ну, форма может быть легкая, может быть средняя, совершенно точно не тяжелая, но вот тут тоже вам бы не помешало, возможно обратиться к клиническому психологу или врачу-психиатру, для того, чтобы он посмотрел, нет ли у вас каких-то вот таких состояний, которые можно было бы скорректировать препаратами и что облегчило бы процесс психотерапии. Вот, дальше. Я думаю, что вот основной момент, который вы описываете, это оприцание своей женственности, да, и нежелание взрослеть. Я думаю, что это не случайно, то, что вы не видели тогда и боитесь, получается, этого сейчас. Вот. В этом нет ничего удивительного, потому что очевидно, что ваша мама, ну, не была счастлива, несмотря на то, что ее любили, как вы говорите, все, и несмотря на то, что она была элегантной, несмотря на то, что она работала врачом, вот не была она счастлива, а как бы, ну, вот в своей, в своем положении, в своей позиции стяготило ее, то это, скорее всего, как-то, вот, и, на мой взгляд, вы это чувствовали, и у вас было сопротивление, сопротивление было и нежелание туда идти, потому что, ну, интуитивно вы чувствовали, что ничего хорошего, как бы, там для вас нет. Вот, ну, некая авторитарность мамы, конечно, присутствует в смысле того, что он пытался она как-то вас заставлять, да, пытался она как-то вас переделать, тоже вызывает сопротивление, особенно в подростковом возрасте. Вот, а если человек несчастлив в своей позиции, а, как бы, ну, мы понимаем, что если кто-то, вот, пытается, да, нас по своему образу и подобию сделать, то, ну, мы понимаем, что у человека не все в порядке. Вот, вот, даже если интуитивно мы этого не ощущаем, да, то есть, ну, точнее, когнитивно даже если мы этого не ощущаем, если мы этого не видим, вот, то все равно интуитивно мы это понимаем. Мы интуитивно понимаем, что не будет человек, у которого все хорошо, значит, нас как-то переделают. Вот, поэтому я думаю, что тут еще плюс наложился ваш, наложился ваш подростковый возраст, вот, и вы совершенно верно отметили, что вы не знаете, почему вы с мамой ругались, но в том, что в подростковом возрасте с родителями ругаются все дети, это нормально, а может, ребенок в подростковом возрасте начинает, точнее, правильно было бы сказать, человек в подростковом возрасте, начинает отстаивать себя, начинает как-то проявлять себя, пробовать свои силы, вот, и, в принципе, наверное, задача родителя заключается в том, чтобы эту вот энергию направить, ну, в корректное русло. Ну, вот, чего ваша мама, в принципе, не сделала, да, и, ну, опять же, почему, да, потому что не могла, вот, не могла, наверное, этого сделать. Вы почти ничего не пишете про период до 11 лет, что было у вас там, вот, но совершенно очевидно, вот, что он, как-то любой контакт для вас является сейчас угрозой, вот, одиночество, которое вы описываете, то, что вы, вот, то, что вы, вот, всех, ну, там, как бы посылаете, да, ну, вот, ну, тех, кто хочет, как-то вот с вами, там, допустим, на контакт пойти. А это говорит о том, что, вот, угроза для вас общения, какой-то контакт, вот, связанное это, очевидно, с чувством стыда и с тем чувством, что какая-то вы не такая, не такая. Вот. На мой взгляд, вы свою маму идеализировали когда-то очень сильно, вот. Вот. После чего, вот, ругаясь с ней, да, как-то пытались вернуть тот образ мамы, который был у вас. Вот. А ее настоящий, как бы, ну, не принимали. Вот. Вот. И, вот, в идеализации, в таком подспудном, в подспудном желании быть похожей на свою мать, и то, что, опять же, интуитивно, подсознательно, как мне кажется, вы считаете ее идеалом женщины, а себя чем-то вообще непригодным, вот, это, мне кажется, центральная такая фигура. При этом, вот, конфликт заключается в том, да, что, если я не как мама, то я, ну, на что не способна, вот, ничего не значу, не привлекательно, вот. А если я не как мама, то я какая? Вот на этот вопрос вы ответить по себе не можете. То есть, у вас как будто бы все время борьба. Борьба за выживание, борьба за, там, ну, за возможность быть собой и прочее. А как это быть собой? То есть, что это такое? Что увидит человек, да? А если вот, ну, если вот представить, что вы раскрылись, ну, раскрылись полностью, да, вот, вот, вот это вот очень важный момент. Вы говорите, что мама заставила вас, значит, поступить, вот, в университет, вот, каким образом она вас заставила, то есть, за счет чего? Ну, вот, вы говорите, что с детства у вас были проблемы с родственниками, то есть, со сверстниками, то есть, это история про то, что, ну, вот, вероятно, еще до 11 лет, да, вы как-то к себе относились, ну, мягко говоря, не очень. И ваше взаимодействие с людьми, это вот как будто бы идеализация, будь то мама, будь то парень, на первом курсе которой, вот. Вот вы пишите, что это был, там, первый и последний раз, когда я могла встретить нормального парня, вот, но вы всех послали из, из, эээ, страхом, вы боялись, и, в общем-то, ну, продолжаете, эээ, бояться, как мне кажется, вот, то есть, по сути, вот, все, что у вас было, это борьба. А, как жить без борьбы, вы не умеете, ну, то есть, как жить без борьбы, вы не знаете, вот. Эээ, дальше, значит, так, я не хотел ее снижать, мне до сих пор не нравится, так, как личность ясна за свое развитие, я не считаю, что она была права. А, у вас тут вот, как-то, на мой взгляд, немножечко, эээ, ну, не связано. То есть, вы пишите, мне не нравится краситься, я не люблю медицину, и как личность ясна за развитие. А, как это, как это связано, то есть, как будто бы, единственный, вот, роль, единственный, эээ, вектор развития, это борьба, да? Вы отвергаете то, что мама давала, но, как будто бы, своего ничего не предлагаете. Ну, то есть, может быть, имело бы смысл пофантазировать, а, как я себя вижу, может быть, имело бы смысл пофантазировать, а, вот, как бы я реагировал на то-то-то-то-то. Ну, вот, так, начинала-ка сделать, чтобы было, как у всех, мне вообще неинтересно было, я могу носить одну кофту, вот, а дальше, окей, хорошо, вы можете носить кофту одну. Вы говорите, зачем ей, а, надо было, значит, заболеть, обменять меня в Афиграхах? Ну, вот, видите, а здесь у вас, вот эта связь с мамой, ее идеализация. То есть, вы воспринимаете то, что она заболела, как, какое-то наказание себе. Я не очень понимаю, почему, но, очевидно, что здесь вы подавляете себе злость и агрессию. Непринятие своей мамой. Вот. Но. Окей. А вы любите, значит, носить, там, одну кофту, одну джинку, вот, супер. Мне интересно другое. Мне интересно другое. Вот вы говорите, что, значит, вам не было, вам было неинтересно то, что, ну, предлагала она, а что вам было интересно. То есть, если вы обратите внимание, да, вы, по сути, не говорите ничего о том, что вам интересно, то есть, что вам не нравится. Вы говорите, а что вам нравится, нет. Дальше. Вот вы отрицаете свою женственность. Получается. Вот. И, соответственно, вот это отрицание женственности, ну, как правило, из стыда. Из непринятия. Потому что, в принципе, каждый ребенок, да, он проживает вот эту историю, когда его тело начинает меняться. И он чувствует стыдь, вот. Но в норме это проживается. А у вас, вот, почему, как-то, вот, не прожилось. Дальше. Если бы я наступил на горло своему характеру, я бы стал счастливым. Нет. Но, опять же, не совсем понятно, куда вас, вас, ваш характер ведет. Потому что есть ощущение, вот, что сейчас вы просто, ну, типа, боретесь с мамой. Как бы ее уже нет, да, уже 11 лет прошло. А вы до сих пор боретесь, и нет ощущения, что вы живете. Не знаю, вы правы в том, что, ну, вряд ли вы стали бы счастливы, если бы наступили на горло своему характеру. Но, а что вам, вам дает ваш характер? То есть, что дает вам ваш выбор? Идете ли вы туда, куда вы хотите? Вот. В чем вопрос. Так. Эм, значит, скандалы были жуткие, она... Так. Значит, тут у вас, у вас вот... Да, вот, по вашему тексту, непонятно, вследствие чего развилось такой, вот, непринятие своего гендера, да, то есть, либо с подачи мамы, которая звездка вам что-то навязывала и хотела, чтобы вы были там девочкой, словно. А вот. Вот. А при этом сама, ну, будучи несчастной, она транслировала вам кратки другое, что нужно этому сопротивляться, что это ничего хорошего нанесет. Вот. А, либо это началось раньше, то есть, вот тут вот, по вашему тексту, непонятно. Ага, дальше, значит, я не приняла. А, так, дальше, если сейчас, так, вот, да, то есть, почему-то вот все, что касается интимной сферы, у вас вызывает стыд. То есть, это, очевидно, связано с тем, что, ну, вот, как бы, например, в контексте мамы, да, что она, мама, по сути дела, пыталась вам все это сформировать. И сформировала только то, что есть некий эталон всего вот этого. То есть, эталон женственности, эталон женского поведения, эталон, там, не знаю, внешности. Вот. Все, что вы делаете сами в этом, ну, в этой сфере, является неправильным. Вот. Ну, тут вот, может быть, так. Правда, опять же, стоит эта прозлость. Вот. Так, вы пишите, человек умер, я живая, ну, это нормально, кто-то умирает, кто-то, кто-то, кто-то живет. Вот. Дальше, она, будучи больной, кричала на меня, что я испортил ее здоровье. Значит, она права. Нет, она не права. Тут вот скрывается такой момент, да, что, как бы, вот при всем том, что вы пишете, то есть, вы довольно воинственно настроены против того, чтобы не быть собой, и это хорошо. Что, вот, вы говорите, что, значит, ну, как бы, вот, в том, что Албаме произошло, виноватая я. То есть, у вас чувство вины. Вот. Вы почему-то не допускаете мысли, что даже если такая теория и правда, как вот вы говорили, правда, не совсем понятно, это всего лишь теория, и почему вы в нее поверили, выглядит так, как будто бы вам хочется в это верить. Выглядит так, как будто бы вы хотите быть виноватой, потому что если вы не будете виноваты, и как бы, а, что вам это, собственно, делать, и как вам, собственно, жить. Вот. То есть, выглядит так, как будто бы вся эта история, это то, где вы себя как-то применяете, проявляете, даже вот вопрос задаете, а не было бы этой истории, и чего бы было. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Почему-то вы поверили в эту историю, но в целом чувство вины, да, это тоже про вас. Почему-то вы не допускаете мысль, что даже если теория верна, то хронический стресс, проблема вашей мамы, а не вас. То есть, да, может быть, у нее и был хронический стресс, но при чем-то свой. Это же она решила вас переделать, это же она решила вас, что называется, создать. Ну, не решила она этого, и не было бы хронического стресса. Вот. Дальше, я боюсь, что жизнь не отомстит. Так, я не имею права быть счастливым. А жизнь это кто? Вот откуда здесь такая мистификация-то? То есть, откуда вот это вот стремление к мистификации? Какая жизнь вам отомстит? Это про что? То есть, это про какую-то религию, это про какую-то веру, это про что? Потому что, ну, как-то вот немного ненаучно. Это немного ненаучно. Если вы здесь мыслите с позиции веры какой-то, то вам, ну, нужно обратиться вот к адепту той веры, которой вы придерживаете, чтобы вам человек помог. Откуда эта мистификация? Но, в целом, с точки зрения психологии, то есть, если вы боитесь, что вам отомстят, это история про то, что отомстить хотите вы. А это, опять же, про агресс и про лоз. Вот. Дело в том, что видите, как, допустим, ну, если близкий человек умирает, то люди часто испытывают чувство вины. Это правда. Но почему? Потому что они злятся на человека. А откуда возникает злость на умершего? Это естественная защита психики на то, что человека больше нет, и нужно учиться жить без него. А вы себе запрещаете вот какие-то чувства. и это вот трансформирует вас вот в эту историю. А вот. Естественно, я не берусь ничего сказать по поводу вашей болезни, вашего заболевания. Я даже не в курсе, что это. Потому что, ну, я психолог, не врач, вот. Но могу сказать, что вот внешне выглядит это так, что вы себя наказываете, во-первых, выглядит так, что вы отвергаете, как бы, себя, да, просто свою женственность. Вот. Не потому что вы чувствуете себя, там, мальчиком, например, а, нет, потому что, вот, что, какая, думаю, женщина не такая, потому что не такой, какой хотели, какой я хотела видеть вашу маму. Да? И здесь вот такой вопрос, на мой взгляд, довольно интересный. Как бы, внешне вы вроде бы говорите, что, ну, не хочу я, там, быть классической девочкой, да, вот, хочу быть собой. Ну, вы имеете полное право, полное право на это. Но. Ага. Вам как будто бы здесь нужна поддержка. Как будто бы вам, вас больно ранит, когда вам говорят, что вам нужно было слушать маму. И из этого рождается такая мысль, такое подозрение, что дело не в том, что вы, вот, говорите, что, вот, я, вот, хочу, там, быть собой и прочее. А дело в том, что это у вас чисто рационально, а не эмоционально. То есть мыслями вы понимаете, что это правильно, но эмоционально на уровне чувств нет. Понимаете? Вот. И первым шагом к тому, вот, чтобы как-то эмоционально все-таки это прочувствовать, что вы можете быть собой, это вот вам нужно максимально себя описать, да, то есть какая вы. Не с точки зрения, там, борьбы с кем-то, а просто вот какая вы. Что для вас цен, как вам хочется, как вам нравится, да, там, какой цвет, там, чего вокруг вас, там, можно было бы оформить, покрасить и прочее. Вот. Попробуйте пофантазировать. Там есть ощущение, что, повторюсь, вы в борьбе находитесь все время. Вот. Ну и психотерапия, конечно. Ну ладно, но психотерапия для того, чтобы последовательно разбираться со всем, что у вас произошло. Вот. Детские травмы, отношения с мамой, вот, с папой и так далее. И разбираться в себе последовательно. Вот. То есть это психотерапия. А дальше, значит, вот вы говорите, что я боюсь заводиться в нее детей, боюсь, что дети будут проблемными, как я у своей матри в детстве. Так, а что делает проблемными детей? Вот еще какое-то я хотел бы сказать. Проблемными детей делает отношения родителей, восприятие родителей. Других людей проблемными вообще делают реакции иных людей на этих людей. То есть вот есть проблемный человек. Проблемным его делает не он сам, а другие люди. Их отношения, их восприятие, их реакция на него делает его проблемным. Иногда на это есть объективные причины. Вот. Типа там преступников там, так далее. Вот. Но в норме, чаще всего, не были бы люди проблемными, если бы люди реагировали по-другому. Поэтому проблемность ваших детей зависит от вашего отношения к ним. По сути. И почему вы считаете, что вы проблемная для своей матери, если вы сами говорите, что не хотите ее слушать? Если вы сами говорите, что не понимаете тех, кто говорит, что вам нужно было ее слушать. Вот противоречие. Вы говорите, что вы проблемная для своей матери, и в то же время вы говорите, что я не была бы счастлива, если бы наступила на горло своему характеру. Так. Как бы. Где истина-то? Потому что если вы были проблемной, если вы считаете себя проблемной для своей матери, то вам нужно сделать все то, что она вам говорила. Но вы не хотите. Если вы не хотите, и считаете, что у вас другой путь, супер. Но тогда это означает, что вы не проблемная. Проблемы были у вашей мамы, а не у вас. И не является ли ваше заболевание, помимо физических каких-то моментов, отражением вот этого противоречия. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Продолжение следует...